МАШИНОСТРОИТЕЛЯ КАЗАСТАНА У нас в гостях исполнительный директор Союза машиностроителей Казахстана Ержанов Умирсерий Куставич. Умирсерий Куставич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошел форум, какие эффекты для отрасли дал проведение данного форума? В этом году состоялся 11-й форум машиностроителей Казахстана. Также в рамках данного форума проходила международная выставка «Казахстан машиностроителей ФАЕР». И форум состоял из пленарного заседания и 12 секционных заседаний. На форуме участвовал сам премьер-министр Республики Казахстан Смаилов Алихан Исханович. И также в работе форума участвовали с администрацией президента и правительства, государственные органы, национальные компании, крупные недропользователи и потребители машиностроительной продукции и образовательные научные организации. Также иностранные партнеры были на данном форуме. Форум посетил порядка 1500 участников из 20 стран мира. Это Австрия, Германия, Италия, Польша, Россия, Венгрия и другие. В том числе 67 иностранных компаний было. На выставке было представлено продукция 237 ведущих казахстанских зарубежных компаний. Форум на самом деле уже становится и стал диалогом между государством и бизнесом, где в открытую говорят свои насущенные проблемные вопросы бизнес и обсуждаются, и по ним уже по итогам форума принимаются решения. Для этого мы, Союз машиностроителей, собирают проблемные основные вопросы бизнеса, формируют и представляют правительство в виде рекомендаций, а от правительства выходят уже на исполнение поручения для ответственных государственных органов и институтов развития. В этом основная цель и задача форума. Я бы здесь хотел дополнительно отметить, чтобы у наших зрителей сложилось правильное понимание, что машиностроение в Казахстане – это не только строительство автомобилей или какого-то транспорта, то есть это целая большая отрасль, которая занимается строительством железнодорожных вагонов, комплектующие и сопутствующие к ним запчасти, соответствующие. Это и строительство сельскохозяйственной техники, это и некое оборудование для горнодобывающих отраслей, для нефтегазовой отрасли. То есть это такое, можно сказать, обширное понятие. По итогам данного форума, какие тренды и тенденции были отмечены и какие планы составлены на текущий год? Да, вы хорошо отметили, что машиностроение не только машинами занимается, а в целом машиностроительная отрасль занимает в Казахстане 37 подотраслей. И вы уже их основные назвали, это железнодорожное машиностроение или третехническое машиностроение. Для сельского хозяйства нефтегазовое. Вот с началом добычи в Казахстане нефти и газа создался нефтегазовое машиностроение. Как такого оно не было? Порядка более 50 предприятий существует. Железнодорожное машиностроение. Мы на сегодняшний день полностью обеспечили Казахстан собственным локомотивным парком. Железнодорожными грузовыми вагонами, пассажирскими вагонами. Вагоны Тальга, Тулпар. Вот сейчас новый инвестор Штадлер приходит. Современные по евростандарту будут выпускаться пассажирские вагоны. Верхнее строение пути обеспечивается собственным производством. Это рельсы, выпускаемые Ахтюминским рельсобалочным заводом. Элементы крепления. Это экибастуз, стрелочные переводы. И крепление рельсов к железнодорожным шпалам. Шпалы также выпускаются в Казахстане. То есть мы полностью здесь обеспечиваемся. Это благодаря национальной кампании Казахстан-Темиржола. Они были инициаторами. И эту работу они провели и дальше продолжают. Также вот сельхозмашиностроение. Страна у нас земля большая. Потребности орудия сельскохозяйственной техники имеются. Мы его покрываем на сегодняшний день по прицепному навесному оборудованию всего-то до 7%. Рынок большой. Мы импортируем в основном больше, чем производим у себя. Сборка крупной техники, комбайн, тракторов идет. Но потребность в основном навесного прицепного оборудования имеется. И над этим в перспективе предстоит большая работа для машиностроителей. Электротехническое машиностроение тоже растущее. образовался и имеет свою нишу для роста от руды до конечной продукции. Собственной медь и алюминий она будет использоваться. И вот эта цепочка добавленных стоимостей будет создана. Вам известно, аккумуляторы у нас выпускаются на основе наших свинцов. Кабельно-проводниковая продукция, светодиодные лампы по всей стране. Сейчас создаются предприятия, малый, средний бизнес и имеют свое направление роста. Ну и самое главное, это машиностроение. Здесь трудятся люди высокого технического уровня. И поэтому у нас тема, форма была, это машиностроение, драйвер развития новых технологий и инноваций. Надо будет, сегодня мир имеет основной тренд, это развитие новых технологий и инноваций. И мы, Казахстан, не должны в этом отставать. Поэтому мы в рамках данного форума направление взяли на новые технологии. Для этого от премьер-министра тоже дал свое направление развитие НИОКР. Это научно-исследовательские и конструкторские разработки организации. В этом направлении тоже будем работать. Для этого от налога 150% вычет озвучил премьер-министр. Это будет стимул для развития и модернизации, привлечения новых технологий в казахстанские машиностроительные предприятия. И вопросы финансирования. Основной малый и средний бизнес, которые расположены по всему Казахстану и в регионах. И чтобы кредитное финансирование было доступно для них регионам. И в этом направлении было обозначено основное направление. Это кредитование через фонды ДАМУ, через созданный фонд развития промышленности и банк развития Казахстана. Ну и также с вами соглашусь по поводу НИОКР. В том числе наш президент Касамжуман Кемерович недавно на заседании совета тоже отмечал, что необходимо сейчас привлечь ресурсы, финансовые средства в том, чтобы производства стали высокотехнологичными. Вот с учетом этого, какие в целом планируются новые производства в отрасли машиностроения? И какая политика у государства в отношении данной отрасли? Ну, государство поддерживает нашу отрасль. В 2019 году распоряжением премьер-министра была разработана дорожная карта о развитии Казахстана на машиностроении 2019-2024 годы. И была поставлена цель достичь объема производства 2,6 триллиона тенге. По итогам 2022 года объем производства машиностроения составил 3,1 триллиона тенге. То есть исполнено. Также выполнены основные мероприятия этой дорожной карты. Создан фонд развития промышленности. Принят закон, главное это, о промышленной политике. И предусмотрены налоговые и другие префенциальные меры для развития машиностроения. В планах запуска новых производств имеется, к примеру, в Талдыкургане новые стационарные аккумуляторы. Фирма Асма будет реализовывать, построить завод по производству стационарных аккумуляторов. И привлекается порядка 3,2 миллиарда тенге инвестиций. И обеспечивается будет работой порядка 120 человек. В следующей Акмолинской области компании Казахстанская агроинновационная корпорация будет реализован проект по производству тракторов колесных и линии покрасочного комплекса мощностью порядка на 5 тысяч единиц в год. В Карагандинской области предприятия Silk Road Electronics планируют запустить завод по выпуску бытовой техники. С созданием 1500 рабочих мест. Объем инвестиций составит порядка 25 миллиардов тенге. В Астане также намечено строительство завода по выпуску кабельной и светодиодной продукции компании Let's Solutions. Политика государства в целом обеспечит таким предприятиям, которые будут создавать новые производства, новые рабочие места, создать условия для налаживания, во-первых, самого производства и повышения локализации. Также в последнее время мы в рамках закона о промышленной политике говорим и требуют предприятия. Это обеспечение доступным отечественным производством сырьем. Мерсерик Куставич хотел отметить, уже последние три года мы наблюдаем ситуацию, что в 2020 году была пандемия коронавируса. Это оказало сильное влияние в целом на производство, на рынки. В ближайшее время мы столкнулись с геополитической ситуацией, возникшей в мировом сообществе. Это все, конечно, не может оставлять отпечаток на всех отраслях, в том числе и Казахстан интегрирован в мировую экономику. Вот с учетом этого, что говорят сами участники рынка и какие основные проблемы были озвучены на форуме? Ну, во-первых, участники форума приезжали со всех регионов. Отечественные товаропроизводители участвовали порядка, мы почет провели, 291 предприятие. Это как на пленарных заседаниях, так и на секционных заседаниях зарегистрировано было, конечно, больше. Они обменялись мнениями в рамках форума, поделились опытом и обсуждали проблемные вопросы в отрасли. Это вот проблемы, вопросы, образ, это доступное сырье, что было, и финансирование доступное. Также квалифицированные кадры необходимой отрасли, и чтобы она была востребована долгосрочной контрактой. Она в законе у нас долгосрочными контрактами обозначена, вот эта проблема. Для поддержки отечественных производств по поручению главы государства, Министерства индустрии и инновационного развития разрабатывается пятилетний комплексный план по развитию машиностроения Казахстана. В рамках данного комплексного плана планируется это приоритетное обеспечение сырьем из черных металлов отечественного предприятия со скидкой 5%, освобождение от налогодобавленных стоимостей, импорта отдельных видов исходных материалов, которые в Казахстане не выпускаются, и оборудование, это средства производства, мы их в Казахстане не производим, новые оборудования нам нужны, поэтому норма такая была, цель его дальше продолжить. И упрощение возврата НДС предприятиям, которые выпускают свою продукцию на экспорт. У нас на сегодняшний день порядка 25 и более предприятий экспорта ориентированные, и при этом, чтобы они могли получить возврат НДС, как стимул, и на создание дополнительных оборудованных средств, и держать экспортный потенциал, и его наращивать, вот этот механизм нам нужно. Дальше, установление обязательных условий заключения долгосрочных автоэк-контрактов. Они на сегодняшний день как бы работают, но идет механизм длинный. Предприятия на автоэк-контракт подают, его изучение, существуют ли внутри страны еще другие отечественные товаропроизводители, на это уходит очень много времени, некоторые предприятия на это тратят до полугода. Я считаю, бизнес считает это долго, поэтому надо будет в этом оптимизировать. И продолжить кредитование через Фонда развития промышленности и через Банк развития Казахстана, чтобы она тоже была, вот по Фонду развития промышленности проблему высказали, она забюрократизирована, она состоит из двух этапов. Первый этап, кто прошел, к второму этапу готовится, и некоторые предприятия больше года этим занимаются. А за это время уже выбранное предприятием направление производства и технологии может даже устаревать. Поэтому мы обратились, сказали, что в рамках форума данный вопрос будет рассмотрен, Фонд развития промышленности создаст в четырех регионах своих филиалов и будет ускорять рассмотрение. Кроме того, это развитие малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний. Это было обозначено премьер-министром, тоже было акцентирование развития малого и среднего бизнеса, они действительно расположены во всех регионах машиностроения, она занимает в этом малом и среднем бизнесе свою хорошую нишу. Вот я приведу пример, всего у нас 3763 предприятия машиностроения, малые 3600, а средние 104, крупных 66. То есть как раз для развития малого и среднего бизнеса надо создать условия, чтобы они могли получить финансирование. Для этого хорошо работал у нас фонд Дому, Дому Эндрис, и сейчас правительство, ну, дали нам в рамках форума было сказано главой правительства, что рассмотреть эти направления, продолжить финансирование через фонд Дому и Дому Эндрис, который она прижился, и наши предприятия во всех регионах пользуются им очень, как говорится, приемлемо в условиях. Также увеличение душевого финансирования при прохождении производственных практик в рамках дуального образования на предприятиях. Это вопрос тоже требует решения. Установление потом обязательного пятилетнего срока обучения в высших учебных заведениях. На сегодняшний день у нас четыре годовые перешли. Сейчас Россия старается тоже, переходит на пятилетние, потому что за четыре года специалист высшее образование, как такового, оказывается, не становится. Это говорят сами вузы и на местах отечественных товаропроизводителей, которые потребляют данных кадров. Поэтому, чтобы они программу от образовательных программ, много учебных заведений, перешли к специальностям. И повышение квалификации производственных кадров с обучением в зарубежных передовых предприятиях. На это нацелены сами отечественные предприятия, ну и от государства через программу «Балашак». И вот эти меры, которые были обозначены в рамках форума с участием правительства, главы правительства, она даст возможность развитию отечественного машиностроения и создания дополнительных рабочих мест и уйти от импортозависимости, снижения его уровня. М. Кустаевич, позвольте вас поблагодарить за интересную беседу, за участие в нашей программе. Желаем вам успехов в вашей деятельности. А я напоминаю, что с вами была программа «Транспорт и логистика» на «Томикин бизнес». И сегодня мы обсуждали вопросы отрасли машиностроения с исполнительным директором Союза машиностроителей Казахстана Иржановым Мерсериком Кустаевичем. Увидимся с вами на следующей неделе. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин